насобиралась кусочков совсем как говорится кусочки я их не выбрасывала думаю ну вдруг пригодятся и вот сейчас мне так захотелось именно из полосочек посидеть и позаниматься сшиванием я вот так сложила насобиралась на три полоски новогодние такие такая тесма у меня вот еще вот такие кружева у меня как джинсовая ткань такая белая мои заготовочки сейчас я это безжалостно раскромсаю так вот эти два я режу широкую полосу для аппликации приготовила это для самого ланчмата и для оставочек еще на одну основу белую и вот я уже организовала свое рабочее место возле машинки показываю следующий этап простым карандашиком я нанесла то что хочу видеть в готовых изделиях это все карандашиком и вот интрига интрига все сейчас я устанавливаю камеру возле швейной машинки мы вместе с вами будем делать свободно ходовую стежку вышивку строчку в общем я не знаю называйте как хотите по правилам без правил но то как делаю это я ну вот и настроила я машинку на свободно ходовую стежку сейчас будем вышивать очень хочется показать как именно я вышиваю свои цифры но я боюсь что как-то видно но не получается позади себя я и на нижнюю и на верхнюю нить поставила одного цвета красного это для цифр остальные остальная вышивка будет другого какого-то цвета ну только понятное дело зеленого цифра я постаралась нарисовать ровненько без всякого трафарета от руки прохожу свободно ходовой три раза ровно свободно ходовой строчкой чтобы было понятно можно три можно четыре три это наверное минимум а затем я ставлю зигзаг ну так как моей машинке несколько видов зигзага я делаю такой он как бы это объяснить он слегка скошенный этот зигзаг вот я делаю два два раза я прохожу зигзагом ниточки я буду обрезать потом которые будут здесь лишние торчать и уже обшивая зигзагом вы можете исправить если вдруг что-то вы вышили несколько не ровно ровной линией я сначала вышиваю свободно ходовой ровной полосочкой а уже потом смотрю если вижу что нужно где-то что-то подровнять уже стараюсь исправить положение тогда делаю зигзаг насколько возможно исправить положение думаю в общей массе это не будет слишком бросаться в глаза когда уже все будет готово потом я хочу еще обвести золотой но не знаю это я пока что так думаю может быть не стану я сначала попробую на образце да я хотела сказать чтобы ширину зигзага отрегулировать конечно попробовать на образце я уже делала знаю поэтому вовремя вспомнила сказать об этом вот такие циферки у меня в разных местах я их делаю здесь я буду лучше убрать да и что я еще хочу сказать все мастера вот сколько я смотрела делают на пяльцах но я не знаю что со мной не так ну вот лично я сколько не пыталась вышивать на пяльцах у меня получается только без пяльца возможно придет время когда-то я смогу именно на пяльцах вышивать но сейчас вот так поэтому смотрите возможно у вас не получается вышивать потому что вы пытаетесь вышивать на пяльцах попробуйте без пяльцах попробуйте попробуйте на опробном лоскутке никто вас не посадит и не поставит в угол не нужно бояться пробовать если бы я слушала всех кто говорит как правильно у меня бы никогда не получилось вообще ничего никакого моего шедевра открытия красоты и так далее ой вот поэтому не бойтесь пробуйте у кого-то получается только по правилам это получается как у меня только нарушая правила ну зато это так интересно это так здорово позволить себе позволить себе все что вы хотите вы за закон своей страны не наручите тем что вы попробуете решить как вам хочется а не так как вам сказали все остальное можете пробовать только законы своей страны не нарушайте и в общей человечестве скажем так все остальное позвольте себе когда хотите спать ложиться когда хотите первый прокол я делаю вручную я для себя выбрала что так лучше все видите 3 цифра вышла быстрее всего я приблизила камеру как можно ближе извините 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 но это уже ланч мат тут нужно особо постараться наконец-то сбылась моя мечта у меня начало получаться вышивка свободноходовая у меня конечно есть вышивальная машинка но мне интересно было всегда именно научиться на машинке вышивать самой ну мама мне пыталась объяснить как это как это происходит она очень классно аппликации дело просто необыкновенно аппликации я тоже мечтала но живут как-то позже а именно мечтала вышивку я даже себе как-то вышила и блузку пока в школе училась ну очень примитивно там такими кружочками собрал их типа ягодки сделала легкие лепесточки ну даже носила эту блузочку она такая славненькая была но так сказать что прям вот осилила ну знаете зачем лукавить ничего не так очень скромненько и потом у меня есть подруга лина ее бабушка была очень известная вышивальщица у нас в донецке в кальмиусе как это называется такой комплекс был там самое лучшее ателье было самые самые лучшие мастера были ну в общем там и фотосалоны ну такой вот комплекс быткомплекс такой как сказать и вот она там работала вышивальщицей даже когда она уже находилась на пенсии ну бабушки уже нет она уже была старенькая и даже когда она уже была на пенсии хозяйка нужен потом это была сначала директор потом хозяйка отелье когда уже приватизация произошла и она ещё обращалась к ней какие-то там суперработы она просила ее делать. И пока бабушка еще была живая, она этой своей внучке Лине, а бабушка ее воспитывала, родители у нее очень рано ушли из жизни, и она ей делала, ну, в запас, делала вышитые ткани, просто вышивала. Она говорила, ой, а куда ты вышиваешь, ба? А она говорит, ну, меня не станет, а ты вот достанешь и пошьешь, и будет нарядная вещь. Ну, и уже бабушки не было, а мама моя еще была с нами и шила еще. И она моей подруге, она привезла, помню, отрезы, и она ей шила брючный костюм, блузку, вышивка была, вы знаете, ну, необыкновенная, ну, не придраться, ну, просто шикарная, и с вырезами, и с мережечкой, и со всеми делами. И вот я прям так загорелась, так загорелась. Конечно, мне еще очень далеко, но я смотрю, я уже на правильном пути, у меня уже получается все-таки более ровненько, и какие-то цветочки, аппликации начали получаться, поэтому я очень довольна, я иду к своей мечте. Я постаралась. поближе приблизить, надеюсь, хорошо видно. Ну-ка, теперь вышью. Я постараюсь вышить, вышивать снежинку, не отрываясь. И как раз хочу понять, как раз хочу понять, нужно ли мне делать по ней зимзак. Так, кстати, очень плотная ткань, на образце я пробовала основную ткань в два сложения, и порадовалась, что в изделии я вышиваю внутри поставлена более тонкая ткань. На снежиночке я взяла ниточку бледно-бледно-голубенькую. Я хочу, чтобы они выделялись, но не бросались в глаза, потому что у меня есть еще более голубая нить. Думаю, что она не будет так смотреться. Вот, посмотрите, первая первая снежиночка. Думаю, что последующие будут более удачно получаться. У меня уже садится телефон, поэтому сейчас я уже буду закругляться, и остальные снежинки вышиваю без камеры. А потом уже мы с вами будем вместе вышивать елочки. Да, конечно, получается не сравнить, как у меня год назад было. Вот это все интересно. Ну вот, вот как-то так. Простите, я потом, конечно же, покажу поближе, но пока только так. И да, я опять снимаю ночью. Ну, у меня так получается. С утра у меня клиенты, куча дел, а потом ночная съемка, поэтому допростят меня мои любимые подписчики. Ну а уж хейтерам будет о чем поговорить. Ну что, снимать, покуда полностью не отключится телефон? Четыре подставки под горячее входят в комплекте. И такая, типа, дорожка, типа ланчмар. Надеюсь, у меня все хорошо получится, и видео я свое покажу, а не просто выброшу. Ну, правда, я очень рада, что у меня еще ни одного видео не было выброшено по причине неудачи. Я обычно не сомневаюсь в своем успехе, ну, знаете, очень хочется, чтобы все получалось и было красиво, поэтому я обычно заранее предупреждаю, если не получится, я выброшу. Ну, я и себе так говорю, чтобы не переживать. Неудачу никто не увидит. Вот, видите, в этот раз у меня более симпатичная получилась снежинка. То есть, понимаете меня? Каждый раз, что бы вы ни делали, у вас будет получаться в последующий раз все лучше и лучше. Это то, что я говорю вам. Позвольте себе делать так, как вы хотите. Когда вы сделаете это несколько раз, у вас все будет прекрасно получаться. Начинайте даже с минимума самой войны. Обманывайте себя тем, что вот если вы не купите хорошую машинку, то у вас ничего не получится. Вспомните, что наши бабушки и прабабушки делали то же самое на самых простых машинках прямострочных. И без всяких матов, без всяких роликовых ножей. Да, у меня есть мат, да, у меня есть роликовый нож. С матом очень удобно работать. А роликовым ножом я до сих пор учусь работать. Зачем лукавить говорить, что если бы не роликовый нож, я бы совсем не смогла ничего произвести шедерального. Поэтому берите свои ножницы, какие у вас есть. Единственное, что просто маникюрными ножницами совсем неудобно. Поэтому берите, что у вас есть и начинайте заниматься тем, чем вам хочется дымать. Сейчас ночью, а я спать не хочу. Мне хочется снежинки вышивать. Такое удовольствие я получаю, честное слово. толстоватая машиночка. Там, где-то толстоватая, начинает сообщать мне щелчками. Все, отключаю я телефон, сел совершенно. Доделываю снежинки в гордом одиночестве, а елочки начнем делать с вами, когда зарядится телефон. Итак, сейчас будет следующий этап. Я меняю ниточку и мы продолжаем. Ну, поехали. Я решила, что зигзагом елочки я не буду обшивать. Я просто по несколько, три-четыре раза так разброс сделаю ровной строчкой. Сначала просто зеленым шелком для вышивки. А потом у меня есть меланжевый. Меланжевая зелень. Вот потом я еще пройду меланжевой зеленью. Ну, хочется, чтобы елочка как-то играла, знаете. Не совсем примитивная была. Хотя рисунок я выбрала совсем, знаете, для начинающих. Ну, чтобы, значит, выбрала, я его сама нарисовала. Ну, такой рисунок, который каждый сможет съесть и нарисовать и сходу попробовать сделать. А потом я слегка меланжевая и будет ощущение, как будто бы елочка в снегу. Я меланжевой ниточкой пройдусь и можно будет сделать, знаете, какие-то закорючечки цветные. типа конфетти или, я не знаю. Я видела, там девчонки мне мои показали. Фотография и стежка такая. Очень подходит для праздничных каких-то открыток либо вот таких мелких подарков. Каждую последующую вниз сегмент елочки я делаю как бы чуть потолще, чтобы... Вот, видите. Такой милый детский рисунок получается. Думаю, только что сейчас полью цветочки. Ну, вернее, воды добавлю в свои цветочки, которые мне на день рождения понадарили. Ой, вечно я что-нибудь себе сделаю. Точно, что мило, найди на свою попу приключения. Думаю, сейчас воды долью и все, сажусь дальше рукоделки свои рукоделить. А гибкий, на кухне-то шланг у меня гибкий, кран. Куда повернешь, туда и, кроме этого, он еще и сам. как гибкий такой, вот, твердый, гибкий шланг. Ну, и что? Отодвинула прям на пол, налила в вазу воды. Потом пошла за миской, вода шурует на пол. Ну, нормально, господи, где мозги? Это вообще просто, я не знаю. Пол ведра воды налилось, пока я сходила за узкой такой емкостью, чтобы в большую вазу налить воду. В общем, сделала себе потоп. Вместо того, чтобы по-быстренькому за три минутки водички добавить, целый час полы в итоге на кухне перемывала. Ой, я не знаю, но как можно вот так вот этому человеку что-то доверять. хочу показать и порассуждать, что у меня есть. Посмотрите, это я когда-то вышивала, и у меня вот такая коса мулине. Это моя помощница пришла. Думаю, крысовица с улицы мокрая. А вот это это мамин кулек. Но при этом я не могу понять, мой кулек с меланжевыми мулинешками куда-то делся. И куда-то делся еще мамин кулек, коса в два раза толще, но вот так разрезано. Я не знала, зачем она таким образом сделала. Короткие. Я люблю длинные вышивать, а она любила короткие. Но это, как сказать, я считаю, это невыгодно. Я считаю, это невыгодно. Но она считала так. В общем-то, у меня где-то еще столько жени, так еще где-то лежат. Это мулине. Это мулине, которому лет-лет больше 30, так точно. А мамина так там вообще еще такое штапельное мулине, вообще просто шикарное. Ну, не знаю, где оно. Где-то в ящике. Так вот, я чего хочу. Куда мне его деть? Что придумать, кроме вышивки? Вышивать я уже не могу. У меня большие пальцы, они у меня, к сожалению, пока очень плохо двигаются. Может быть, сейчас все чуть лучше стало, но так есть. Так вот, вышивать не могу. Ребята, надо что-то придумать. Я пристрочила очень сходного цвета нить и мыши. свободно ходовой строчка ровная сначала. Сейчас я делаю аппликацию. Как таковую прям аппликацию я делаю первый раз. Я не беру в расчет то, что я пришивала выше тысячи цветочки. Поэтому не знаю, что у меня получится. Делаю вот, видите, начисто вместе с вами. сходный. Наверное, буду проходить дважды, потому что пришиваю ткань классная. Мне не хотелось бы, чтобы сходный раскрепаться. А потом уже самую ручку по мышке я буду делать отдельно. Собацуля моя. По древности сидит и требует внимания. Лакуся, я занята очень. в общем-то получается обошла три или четыре раза зигзагом. Но зигзаг ложила не правильно, не плотно, чтобы иметь возможность маневрировать всю ручку. Сам зигзаг поставила на два с половиной миллиметра. Вот что у меня вырисовывается. Так. Сейчас мне нужно пришить вторую мышь. Аккуратненько расположить. Я прошу прощения, всегда забываю о размерах по той причине, что я всегда все делаю на класс. Вот как мне захотелось, я все это как-то как-то у меня так это все происходит. Знаете, мне не нужно с кем-то сверяться, мне никогда не нужны какие-то определенные размеры. Вот я вижу и знаю как. Поэтому прошу прощения. Значит, размеры я показываю. Большой ланчмат размеры по ширине 25, но это в готовом, по длине 45, внутренняя часть по ширине 13 сантиметров. а там на глаз я смотрела как равномерно обошьется как сказать. А маленькие вот эти квадратные подставочки под горячее 18 на 18 и внутренняя полоска 6 сантиметров. Но не обязательно к ним приравниваться. Когда делать из этих остатков, у нас же утилизация, собственно говоря. Поэтому исходите из своих кусочков, которые у вас есть, и вы можете чуть больше, чуть меньше смотреть в сад. Сама если честно такая операция сложная, ювелирная. А уже шить по-толстому машиночка не хочет, но ей придется потерпеть. Просто нужно очень быстро. так что это за злотик? Так, что у нас дротик? Это у меня ротик вот такой. я не знаю, они Мышка спит и видит прекрасные сны. Сразу удалить не нужные ниточки на мелкой работе, там где совсем мелкая работа. У меня когда начинает заканчиваться нитка нашла. Нужно быть очень внимательным и прислушиваться к каждому звуку. Время работы очень быстро забивается все пылью, поэтому нужно следить. Морщинка ежемного лет, она достаточно разболтанная. Я ее не очень-то, так сказать, щадящих использую. По звукам ее я знаю. Как-то мне пора остановиться. Хорошая, я тебя люблю. Еще моим мышкам нужны ушки. Я хотела делать лучше тоже как аппликация, но в последний момент я поняла, что я не буду делать как аппликация. Я их просто вышью. И я еще там буду дорабатывать рисунок еще одним способом. Я уже покажу когда буду заканчивать. Поэтому все-таки уши я решила вышить. В следующий раз я буду нитку брать более, я прошу прощения, ткань я буду брать более податливую. Потому как вот эта ткань очень жесткая, очень жесткая ткань и шить ткань. Мне несколько не комфортно. Ну, так как все приходит опытом, а я когда на случай то мы с вами будем вместе, я и вы. Я думаю вы простите мне эту вольность, чтобы я взяла такую тканюшку, а она оказалась несколько неудобной. Зато я вам сразу честно говорю. В следующий раз нитку, тканюшечку будем брать более толькую и более рухую. Вот что я хочу сказать. Все. С мышами я закончила, с елками я закончила. Ага, нет, представляете, я одну елку пропустила вот на подставочке под горячее. На одной должно быть две елочки. Сейчас я это все сделаю уже самостоятельно. А вот тут я хочу еще сделать россыпь подарков. Сейчас я подумаю. И на елках я хочу маленькие цветные кружочки. Я сейчас уже подумаю над этим. Потому что если я пришью бисер, потом сюда ничего не поставить. Здесь должна быть только вышивка. Хочу показать, что уже получилось. Я отпарила утюжком. Она будет чуть-чуть еще перегладить. И хочу показать. Но это еще не все. Это еще не все. Вот мне чего-то не хватает. Синенького, желтенького цвета мне не хватает. То есть нужно развесить игрушечки на елочке. Обязательно. И что-то еще подумать. Поэтому я сейчас буду отдыхать и думать. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры подогнал «Симон»